В какие игры нам предстоит играть в 2015 году? Куда на этот раз отправятся Натан Дрейк, Ведьмак и Бэтмен? Продолжение именитых серий и новые IP. Вы смотрите «Ультимативный гид по играм 2015», составленный редакцией сайта GameMag.ru Evolve — многопользовательский кооперативный шутер от первого лица, который разрабатывает студия, ранее известная по разработке Left 4 Dead. Это научно-фантастический FPS, в котором команда из четырех человек противостоит огромному монстру. Пикантная ситуация состоит в том, что монстром также можно управлять, поэтому часто игрокам придется сражаться не против искусственного интеллекта, а против такого же живого геймера. Главным фактором успеха противостояния инопланетному чудищу является отточенное взаимодействие игроков между собой. В то время как FromSoftware занимается разработкой третьей части Dark Souls, создатель серии Hidetaka Meizaki решил создать новый IP Bloodborne — Порождение Крови, который, тем не менее, неуловимо напоминает его главное детище. Bloodborne — Порождение Крови — это темная готическая фэнтези, главный герой которого — охотник на чудовищ, вооруженный дробовиком и огромный косой. Все это обещает нам большую динамику поединков и схожесть не только серии Souls, но и Devil May Cry. Кажется, у Meizaki, знатного умельца хардкорных игр, появится возможность в очередной раз испытать наше терпение на прочность в атмосфере темного мира, где нереальные монстры противостоят храброму, но слабому герою. Dying Light — это попытка освежить ставший уже привычным для игр сеттинг зомби апокалипсиса. Экшен от первого лица, главная цель которого — выживание, добавляет в истощившую себя идею мира ходячих мертвецов много паркура на манер Mirror's Edge, крафтинг оружия и прокачку. Пока что все трейлеры выглядят очень эпично, что намекает, что перед нами может оказаться неплохой игровой блокбастер, или же в них собрано все самое лучшее и интересное. Ведьмак 3. Дикая охота Это заключительная часть трилогии про Геральта, которая впервые в серии предложит открытый мир и, кажется, самую настоящую охоту на монстров. Разработчики обещают около 50 часов геймплея и огромный мир передвигаться, по которому придется не только на своих двоих, но и на лошадях и лодке, чтобы добраться в самые далекие уголки вселенной. Нелинейная история с 36 различными концовками, конфликт с дикой охотой, поиски потерянной возлюбленной, а также симуляция отрастающей бороды. Главное в третьей и финальной части похождений Геральта. Жаль, что игру перенесли, но это говорит лишь о том, что CD Projekt Red хотят отполировать свой проект до идеального состояния. Batman Arkham Knight Batman Arkham Knight это уже четвертая и, видимо, последняя игра в серии. По словам разработчиков, рыцарь Аркхама ответит на все вопросы, которые возникли у поклонников предыдущих частей. По сюжету мы оказываемся в роли темного рыцаря спустя год после странной смерти Джокера. Антагонистом выступает пугало, создавшее новый вид токсина, вызывающий страх. А еще он объединил всех суперзлодеев Готэма, а это значит, что нам предстоит повидаться с Пингвином, Двуликим и Харли Квинн. Бэтмен же тоже не сидел на месте, создавая новые гаджеты и, наконец, в этой части он выкатит свой Бэтмобиль. Но все же главный вопрос, увидим ли мы Джокера вновь, потому что больно таинственной была его смерть. Эксклюзивные для PlayStation приключения Натана Дрейка никак не дают покоя Microsoft, которые пошли на отчаянный шаг, сделав как минимум временным эксклюзивом новую часть Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider — это десятая игра серии и сиквел игры 2013 года. Симулятор избиения и травм молодой и сексуальной расхитительницы гробниц возвращается, предлагая заснеженные локации, страдания от голода, охоту и поедания несчастных зверушек. К сожалению, игра выйдет как на Xbox One, так и на Xbox 360. И, скорее всего, различия будут составлять лишь более качественные текстуры, финальное разрешение и количество кадров в секунду. Хотя даже в последние пару пунктов верится с трудом. Metal Gear Solid V The Phantom Pain — десятая сюжетная игра во вселенной Metal Gear, разрабатываемая лично Хидео Кодзимой. Несмотря на то, что мастер сказал, что новых похождений Солида Снейка ждать не стоит, Phantom Pain, представленный Джоакимом Могреном, вскоре оказался именно пятым Metal Gear Solid, который предложит игрокам открытый мир и новую эпическую историю в жанре стелс-экшен. Судя по всему, несмотря на работу над ПТ, Хидео Кодзима хочет сделать очередную прощальную часть серии МГС и наверняка будет снова клясться, что это конец. Mortal Kombat X — первый файтинг в серии, который шагнет на Current Gen. Несмотря на то, что это десятая номерная часть Mortal Kombat, название произносится именно как X. Как и в прошлой части, вышедшей в 2011 году, здесь есть счетчик энергии, позволяющий выполнять суперудар X-Ray. Бойцы теперь имеют три вариации ведения боя, у каждой вариации свой набор уникальных приемов. Например, Скорпион владеет Ниндзюцу, доставая два меча, Hellfire — приемы с использованием огня, а Инферно вызывает исчадие ада на помощь. Также добавятся четыре новых персонажа — Девора, Ферратор, Кот Алкан и дочь Сони Блейд и Джонни Кейджа — Кесси Кейдж. В общем, любители игры все должно устроить. Новую часть нашумевшего пару лет назад Dead Island отдали на разработку студии Ягер, до этого известной по игре Spec Ops The Line. Как и в первой части, в сиквеле нам предстоит сражаться с ордами ненасытных зомби. Среди прочего, Ягер обещают нелинейный сюжет и непростые моральные выборы. Еще одна интересная деталь. Сначала разработкой Dead Island 2 занимались Techland, которые впоследствии полностью переключились на Dying Light. Quantum Break по праву считается одним из самых интересных и ожидаемых эксклюзивов Xbox One. Игра была анонсирована 21 мая 2013 года одновременно с анонсом консоли. Это экшен от третьего лица, который разрабатывает Remedy, компания с практически безупречным послужным списком. Создатели Alan Wake и Max Payne предлагают новые вариации замедления времени и даже полную его остановку. Искажения пространства и различные аномалии вместе с запутанным научно-фантастическим сюжетом обращают на себя внимание. Надеемся, ожидания оправдаются. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok